Немножко поругаюсь на дороге. Пошли. А сосульки какие красивые. Главный. 1914 года. Да. Что делают сумасшедшие люди в 8 утра перед вылетом? Мы решили съездить. Посмотреть мы проезжали очень красивый храм такой прям весь. Ну мы сейчас вам его покажем. Мы ждем такси. И посмотрим. Храм Троица. Жбоначальный. Он старый. Мы сегодня едем не улицами, а дворами. Идем не будет. И вдруг это не идет. Слушай старше. Понятно, что все известные люди с Абонистами. Мне очень интересно узнать. Здесь же дружище артиста. Мы к тебе просто за пальцу подальше. Сделай поможение. красиво на такси пять минут ехать песком эти минут 20 20 минут у нас нет сегодня вот так может и прогулялись бы промяли бы ноги но но красота же пряничный такой я обожаю пряничные штуки город нечищенных дорог вообще просто это еще прилично красиво очень вот сюда две лавки юля в лавку зашла сначала правильно еще новый год вход в храм слева я еще немножко поругаюсь на дороге город федерального значения ни тротуары не дороги вообще не почищены ну просто такое ощущение как падает снег так он и налипает просто оторви ноги ну так нельзя как бы даже самих себя уважать надо ну неужели ну вот три вот идешь по улице это какие-то буй раки ледяные вот это центр кирилла мефодиевский духовно просветительный мы пошли во вход в главный свято троицкий храм 1914 года свято троицкая церковь в челябинске это уникальное деление истории архитектуры и религиозные традиции это самый большой храм в городе а истории его создания это церковь церковь окружена множеством загадок которые еще ждут своих открывателей но сегодня уже известно что после уничтожения предыдущего христо рождественского собора она оставалась много времени как я сказал самым крупным храмом челябинска архитектором ее был петр сараев а главным спонсором как сейчас говорят известный челябинский купец максим ахматов есть еще версия что это один из 300 российских храмов построенных в честь 300-летия дома романова храм строили быстрые споры и к началу мировой войны 1414 года он уже был освящен он считался многоштатным потому что вместе с настоятелем днем было три священника но я тут немножко перепутал христово-отвиженский собор который раньше был самый большой это был собор там где сейчас находится оперный театр помните улицу кирова где мы ходили вечером вчера и до этого днем да и там театр блинке там потом было танковый завод и все а до театра вот был христово-отвиженский собор самый большой в челябинске послуга вот это церковь тот снесли там театр вот а здесь была никольская церковь вот извиняюсь поправка история свято-троицкого вот этого нынешнего храма восходит своими корнями к началу 17 века возник он на месте деревянного свято-непольского храма благодаря усилиям местных купцов хлеботорговцев имевших большой вес в тогдашнем обществе истяжавших за уралью славу житницы известны не только в россии в двадцатые годы свято-троицкий храм закрыли и это спасло его от печальной участи сноса и вот от того христо-рождественского собора а сторожилы помнят что ключи от храма хранил один из горожан жившие поблизости когда чекисты пришли изымать чеков и церковное имущество он отказался отдавать им ключи его застрелили точно также закончил свою жизнь священник храма александра низкого к сожалению их имена остались неизвестны у этой церкви необычный для этих мест псевдо русский стиль и корабельная планировка это делает ее похожий на ковчег спасения плывущий во времени и пространстве бережно здесь хранят из святыни в 1881 году настоятель этого храма привез из афонского монастыря частицы мощей святых великомученика и целителя пантелеймона и апостола андрея первозванного они хранились в храме вплоть до 1924 года а потом власти изъяли церковное имущество в том числе и святыни только благодаря усилиям работников областного коллегического музея кое-что удалось вернуть пока на временное хранение но все служители верующие надеются что скоро святынь займут в храме свое постоянное место в числе возвращенных святынь есть икона знамения божией матери в 1911 году она чудесным образом по преданию исцелил от тяжелого нетуга дочь одного челябинского мещанина и он пожертвовал образ богоматери этому собору кроме всех уже перечисленных святынь и других в храме находится частица святого мощей мученика трифона великомученика пэти лимона преподобного серафима саровского апостола тимофея и апостола андрея первозванного юлина выпила у него обещание юлина да выпал у нас тоже давай посмотри тут между прочим похоже на армянский хачкар впереди идем вот крест и говорю похоже на армянский хачкар посмотрим да у нас еще пять минут можно до вызывания вот эти говорю это армянский этот может быть тут армяне приходят как бы к своим то что все это да вот все как интересно это вот это у них христиан но они все из туфа делают армяне из этого армянские да имя хачок произошло именно с хач это крест в армянске да туф это камень и то есть у армян вот это вот вот эти вот столы чего песочек да тут на у них наверное просто свой приход а у них же другая церковь немножко она христианская но не православная кстати я заморочилась перед стамбулом посмотрю то есть по поводу веры меня он интересовал как византии в первую очередь и значит первое государство которое объявило государственные религии христианство это было армения все остальные дали ушел начали православные католики святых отбачковаться уже от христианства на первые были армяне но они так остались как в трехсот тридцатом году приняли вот это вот христианство как бы они его придерживаются красиво неожиданная встреча юль как тебе а мне тоже понравилось слушая вот а ты сюда пойдешь я бы хочу вот я сюда хочу зайти позырить в церковной лавке я не стала снимать о о красоташка пока 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 мы прощаемся с этой красотой через пару часов нас ждет самолет одна из особенностей вот моя находка в этом в этой церкви это молитва от ядерных катастроф вывешено я никогда до этого такого не видела а